Свистать всех наверх, друзья! С вами Александр Петров И наше сегодняшнее видео Будет посвящено, знаете, Такой двойственности Нет, в первую очередь, конечно, у нас здесь В главной роли эсминец Ло Янг Он же на самом деле Бенсон, только премиумный Но Фишка не в этом, точнее Не только в этом. Мы будем сегодня Рассматривать два боя на этом эсминце Один из них будет в рангах А другой будет в самом обыкновенном Рандоме. Итак, Поехали! Пока я тут Шикарно стою в дымах Под камушком, расскажу вам Для тех, кто не в курсе, чем Отличается Ло Янг и Бенсон С точки зрения Корпуса, Ло Янг это вроде Как бы типа топовый Бенсон В корпусе С, то есть в ПВО Корпусе То есть на одну машню меньше здесь у нас И в общем-то Хорошего ничего в этом Конечно уже нету, потому что Ну какое там ПВО, кто будет заниматься ПВО на эсминце Восьмого уровня. Совершенно бесполезная тема Вот Помимо всего прочего ХП у нас здесь Немножко поменьше С раскрученным четвертым перком Мы имеем 17800 Против 18300 У Бенсона И это тоже минус Еще один минус Это торпеды Ну вернее как минус Если мы берем Торпеды, которые такие же Типа как у Бенсона Которые идут на 9,2 километра То они очень слабенькие Они Наносят урон Порядка 11 с чем-то тысяч Против Практически 16 У торпед Бенсона Но есть здесь интересный вариант А-ля такие Фарагутовские торпеды На 6 километров Очень быстрые 68 узлов Они идут И мощные В том числе Тоже урон от них Там Ну Больше 16 тысяч Минус еще Помимо того, что они идут на 6 километров Как я сказал Минус в том, что они заряжаются Еще дольше А самое главное отличие Луянга от Бенсона В том, что на нем Устанавливается Гидроакустический поиск Ну Не сказать, что он прям Шибко такой Мощный И суперский Субуки наш Погибает Машу Ему ручкой Гидроакустический поиск Работает на 3 с копеечкой Километра Вот Ну И В общем Вещи хорошие Конечно Позволяет там Кого-то вскрыть В дымах Или не нарваться На торпеды Но не сказать, что Прямо она вот так вот Бафает нашу Луянгу Что он становится Супер Еще как вариант Как я показывал В своем, кстати В предыдущем видео На этой же карте Можно подсвечивать Противников за остром Это удобно Постояв Немножко за остром Я обнаруживаю Вкусного Мягкого Сочного Бисмарка Идущего Просто здесь Вот совершенно Рельсоходным образом И понимаю, что Блин, я не могу Себя просто Отказать В такой вкусняхе Ну и конечно же За это Немедленно расплачиваюсь Получением Очень приличного Урона Мне набрасывает И бисмарковская ПМК И собственно Сам бисмарк Поджидая меня Набрасывает Мне с главного Калибра И я горю Горю Всячески На работе Можно сказать И в общем Мне больно И неприятно И толку Главное С этого маневра Никакого нет Потому что Бисмарк Заблудившись В торпедах Благоуспешно Отправляется На дно Мне надоедает Стоять на месте Я вырываюсь Из-за острова И обнаружу Перед собой Целых Два Очень Неприятных Эсминца Меня тут Немножко Выручает Гидроакустика Не попадая Все лишний раз Под торпеду Но тем не менее Два эсминца Со своими ГК Могут Из меня Просто сделать Решито И мне Удаётся Как-то там Маневрировать Между выстрелами Сильно не попадаться И всё-таки Спрятаться В дымы Между тем Уходит на дно Наш Амаги И это конечно Очень тоже Неприятная новость Учитывая то Что наших Теперь становится Опять Меньше Я пользуюсь тем Что стою в дымах Торпеды все У эсминцев Прошли Потихонечку Отстреливаю По чужому засвету Эсминц Противника Ну и в общем Общими усилиями Достаточно неплохо У нас это выходит Сначала мы Избавляемся От одного Из бенсонов Который Начинает В наглую Просто пытаться Взять нашу базу Ну а чуть позже Его догоняет Второй Собрат Вроде как Счёт уже Становится В нашу пользу В принципе Достаточно Неплохо Шансы есть Ну и какой же У нас План Надо пользуясь Ситуацией Поднажать На точку А Выкурить оттуда Вражеский атака Который сейчас Будет Ловить Две торпеды И можно Совершенно Спокойно Забирать Точку Но Нашим Планом Не суждено Было Забыться Потому что Начинается Движуха Во первых Идут Торпеды Я совершенно Не хочу Попасться Под них И тут Погибает Наш Шотный Бенсон И это конечно Неприятно Ни два Ни два Бенсон Встречаются В открытом Бою Наш И противника Я пытаюсь Всячески Там Помочь Насколько Это возможно Разрешить Ситуацию В нашу Пользу Но с той Стороны Еще и Атагу Успешно Постреливает По нашему Бенсону И Несмотря На то Что Весминец Противника Погибает Наш Тоже Отправляется На дно Тем временем У меня Уже Закончилось Все Снаряжение Я становлюсь Под свой Любимый Остров В том Расчете Что Если С какой Нибудь Стороны Выскочит Корабль Сминец Или Крейсер У меня Будет Возможность Хотя Выпустить Торпеды Ну и Отдать Свою Жизнь Подороже Я Засвечиваюсь И Опа Совершенно С другой Стороны Вылетает Бенсон Противника Я Сбрасываю Сразу Два Веера Торпеды Пытаюсь Уйти 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 Под Остров И Жду Что Что Будет Вот Сейчас По мне Отстреливается Атага И Мои Торпеды Куда То Идут Вроде Промахивается Одна Промахнулась Бах Довольные Китайцы У меня На корабле Объявляют О том Что Эсминец Противника Уничтожен И В общем То Здесь Все Немножко Становится Полегче Тем Не Что Что Происходит У нас На Карте Наша Атага Практически Шотный Постреливает Он По Атаге Противника Но Понятно Что Не хотелось Лишний раз Подставляться Наш Эсминец Тоже Не самый Целый И В общем Главное Здесь На самом деле Действительно Всем Выжить Не попасться И Давайте Обратим Внимание На счет Несмотря На то Что мы Ведем По количеству Кораблей Все равно Противник Ведет В счете И Это неприятно Значит Нам придется Делать Что-то Что-то Придумывать Но Пока Что Нам остается Только Ждать Потому Что Вот Этот Атага Собирается Подойти Поближе И Выкурить Меня Из-за Замечательного Острова Я совершенно Понимаю Что до торпед У меня еще Целая куча Времени И Надо Прятаться Просто Как-то Поджаться Под остров В надежде Что Я Не засвечусь Ну В смысле Даже Если засвечусь Что По мне Не будет Работать Артиллерия Крейсера Тут Происходит Достаточно Неприятная Вещь Уходит Из засвета Вражеский Атага И Я Как Можно Ближе Держусь Рядом С островом В расчете На то Чтобы Моментально Сдать Вперед И Выскочить Оттуда Мимо меня Проходит Торпеда Это уже Как бы Верный знак Того Что Крейсер Противника Неподалеку Мои торпеды Все еще Не заряжены И Я прям Сильно Рискую И Оп Какая Маленькая Неприятность Засвечивается Атага Вперед 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 Чтобы даже Кусочек Кормы Не показался Да Мне удается Проскользнуть Так чтобы Крейсер Меня не заметил Ну и здесь Ребята Остается Совсем Немножко Нужно Наступить На точку И не Слиться От последнего Эсминца Противника Который Честно говоря Я не знаю Где И в моей ситуации Вылезать Куда Либо Это Смерти Подобный Вот Засвечивается Последний Последний Эсминец Противника Происходит Перестрелка Между двумя Нашими Эсминцами Я понимаю Что этот Товарищ Занят Боем Вылетаю Практически Тут Понимаю Не откуда Вылетаю Стоп Торпеды Никуда Не вылетаю И Все Минус Дамы и господа Эсминец Отправляется На дно Спасибо Большое Нашей Команде Именно Это Я пишу В чат Уже Обрадованный Думаю Что все Сейчас Мы Зайдем На базу Все Благополучно Захватим Остается Один Крейсер Который Кстати Приближается Черт Он же Приближается Сюда Мама дорогая У меня же У меня же Не прокачан Пятый перк Свечусь И я не на 5.8 А на 6.4 И я с ужасом понимаю Что сейчас Любой пук Просто этого Атага рядом со мной И я успешно Отправляюсь на дно Залп Два Три Четыре Пять Мимо Дамы и господа Мимо Мимо проходят Все Десять Снарядов С Атага Я мысленно Выдохнул Потому что Действительно Если бы Меня сейчас Уничтожил бы Крейсер То это было бы Достаточно неприятно Поскольку Это очки Бы сильно Перекосило В другую сторону Ну и моя Жалкая Торпедулька Все таки Забирает Его напоследок И мы Побеждаем Я беру Второй Ранг А теперь По законам Жанра Война Так сказать Заканчивается И Начинается Мир Я на своем Луянге Улетаю в случайный Бой Вместо того Чтобы отправиться В ранг Потому что Тупо забыл Поменять режим Ну и обонаружу Что попал То я прям В малинник Против меня Фубуки Три Хацухару И Фрагут И я В общем то Топе На восьмых уровнях И понимаю Что Ну что делать Надо Ногибать Куда деваться Засвечивается Фрагут Я тут Сейчас открываю По нему Огонь Совершенно Спокойно Пользуюсь Что В общем то Что это Рандом И то что Не каждый Выстрел Здесь попадает В отличии от Ранговых Боев То есть Если в рангах Ты засвечиваешься Ты прекрасно Понимаешь Что с тобой Дальше будет Происходить Здесь еще Шанс на то Что птины Попадут Народ просто Не обратит Внимания Ну и еще Помимо всего прочего Просто тупо Больше игроков 12 человек Засвечивается Хацухару Ну я так понимаю Что он собирается Сваливать А Фарагут Между делом Пытается удрать Я включаю Гидроакустику Избегаю Двух торпедных Вееров И бросаюсь В погоню За Фарагутом Добить Не оставлю Я его одного Такого красивого Ну и в общем то Передо мной Плавно Проплывает Щерс Я понимаю Что Если я Неосторожно Прям так сказать Высунусь То могу Получить Много Неприятного Урона Пропадает Из засвета Фарагут Я вот пытаюсь Обогнуть Дымы Щерс Постреливает И к счастью Вот Фарагут Засвечивается Получает Раз Получает Двадц И отправляется В порт И это Первая кровь И здесь Вы знаете На арену Вплывает Ну как сказать Если проще Сказать Фубуки То есть Фубуки Не то что просто Фубуки А еще и Фубуки без торпед Кстати вот В такой позиции Он напомнил мне Кораблик Ну знаете Там где у нас Капитан С рыбкой Снимает Очень похож Кстати Может быть С фубуки Снимали Естественно Поскольку Фубуки Разряжены Никаких шансов У него нет Во первых У него башни Нифига До меня Не достают Ну Не успевает В смысле Проворачиваться Я совершенно Спокойно Его Не сильно Парясь Расстреливаю Из главного Калибра В упор Вот И Да И вот так Что дальше Что дальше Господа Дальше Щерс И У меня здесь Есть дымы У меня есть Бронебойные Снаряды На которые Я понимаю Что надо переключаться Потому что Щерс Вот знаете Это же рандом Щерс как шел Борт Так Борт ему И идет Ему все равно Но что ему Сделает Эсминец Ничего не сделает Сделал первый Я фугасный зал Переключаюсь На ББшки И начинает Вылетать Урончик Я тут так Щерс Рельса Ходит Вперед Догоняем Бросаясь За Щерсом В погоню Вы подумаете Какой наглевший Эсминец Пошел Догонять Крейсер Седьмого уровня Причем Такой знаете Противоэсминциозный Крейсер Но поскольку Я знаю Что местные Щерсы Они не такие Эпичные Я к тому же Успевает светиться Сбрасываю Я на ходе Кому на всякий случай Торпеды И своими ББшками Успешно Пробиваю Его Цитадели Щерс Наверное Вообще Сам В непонятках А что такое творится А что это меня пробивает Присылает Он мне Урон Следующим Конечно Залпом Отправился бы я В порт Но успеваю Я его Расстрелять Цитадели Успешно Из него вылетают И что Что делать Я смотрю Счет Грубо говоря 4-0 В нашу пользу 4 фрага Сделано 3 из них На моем щиту И сверху Засвечиваются 2 линкора Ну по моему Выход очевиден Отправляемся наверх Откдешиваются У меня Дымы Я в них Встаю В общем-то Не очень Я говорю Желанием Получить Лишний урон От Гнеси У нас тоже Здесь есть Какой-то Корабль Который пытается Забраться Ко мне в дымы Но я Холоднокровно Жду Пока придет Линкор поближе Совершенно очевидно Он ломится сюда Вы понимаете И вперед Что там Эсминец В дымах А Разве нас этим Напугаешь Посмотрите Он просто Даже Практически Штурвалом Не повинтил Ну на самом деле Он же настолько Коцанный Что Вот этих Торпед В общем Был вполне себе Достаточно Поймал он Ну и я Холоднокровно Бросил один веер Потому что Ну что Там же идет Еще один красавец Мы же не можем Просто так Бросить это Я вижу что Аризона Тоже сказала Муууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Чтобы прошли между гнезина И между камушками Но тут сильно прям шибко не стараюсь Побыстрее это сделать Поскольку мало ли он там поменяет Куда свой ход Тут еще товарищ линкор образовывается Который хочет подсосать у меня фраг Нет, 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 дамы и господа Этого кракена я никому не отдам Короче говоря, вот такая развлекуха Вот такой вот лаянг С вами был Александр Петров Подпишитесь на канал, поставьте палец вверх Если вам было так же весело, как и мне Увидимся Пока